Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Прохорова. Я Дмитрий Галушка. И мы с вами в студии Delicatesco.ru. Будем сегодня готовить очень простой пирог из минимум ингредиентов и, в общем, скажем, на скорую руку. Быстро, просто, вкусно, как обычно. Да, потому что вы долгие рецепты не очень любите, мы решили сегодня таким выстрелить быстреньким. Для рецепта нам потребуются филе семги, тесто фило, яйца, сливки, цукини или кабачок и камамбир. Все? Соль, перец. И все. Нам нужно будет нарезать сначала семгу и нарезать цукини. Что мы, собственно, начинаем делать? Резать мы будем тонкими полосками, а-ля слайсы, ломтики, как вам нравится. В общем, задача в том, чтобы нарезка кабачков или цукини совпадала с нарезкой рыбы. Так, я сейчас пристреляюсь и буду резать так же. Рыбу можно брать любую. Ну, мы взяли пожирнее, потому что все сухое, диетическое и хочется... Да, если вам хочется, чтобы прям было почти ПП, то можно взять что-то опаснее, например, там даже белую рыбу взять. Мы продумывали, кстати, этот рецепт с треской, да. Но решили остановиться на красной рыбе, потому что, ну, как-то нам так показалось, что будет более ярко выглядеть, потому что с треской будет чуть-чуть бледновато. Но я думаю, что будет не менее вкусно. В общем, задача сейчас нарезать слайсы цукини и рыбы. Тесто у нас фило, это тонкое тесто. Заменить его, кстати, можно на что-то другое? Ну, я думаю, что в этом рецепте его нельзя заменить, потому что весь... Вся изюминка, так скажем, именно будет в этом тесте, в формировании этого теста в нашем пироге. Будет чуть-чуть нестандартное у нас решение, поэтому тесто, я думаю, что заменить нельзя. То есть, если рыбу и цукини можно заменить на кабачки, а рыбу заменить другим видом рыбы, то тесто нужно оставить. Тесто мы разморозили на нижней полке холодильника, чтобы листочки у нас равномерно оттаяли и отходили друг от друга хорошо, потому что мы это тесто будем разделять на листочки и складывать. И, кстати, очень многие спрашивают, можно ли повторно замораживать тесто фило или что с ним делать после приготовления, ну, когда вы его используете. Мы рекомендуем его использовать сразу и во время приготовления его желательно хранить либо в какой-то... под каким-то полотенцем, либо вот в его естественной упаковке. Ну да, но при этом вот нужно замотать вот эти края, потому что они тоже очень сохнут быстро. Либо если у вас все-таки осталось тесто, можно убрать его в герметичный контейнер и хранить, ну, буквально пару дней. Ну, замораживать, да, его нельзя, потому что оно потеряет все свои свойства, оно опять может у вас липнуться, и вы его вообще не оторвете друг от друга. Так, рыбку я уже нарезал. Ну, я тоже кабачки и цукини, точнее, нарезала. Я думаю, что если будет мало, то подрежем еще. Прекрасно. Собственно, да, можно начинать с формирования пирога. Сейчас я руки помою. Так, пока Дима руки моет, я, кстати, могу камамбер нарезать. Мы взяли обычный камамбер, не с трюфелем, просто классический вариант, чтобы наш пирог таким был слегка изысканным, так скажем. Другой сыр можно взять, но уже изюминки той не будет. Камамбер режу чуть потоньше, чем остальные ингредиенты. Нам его должно хватить на всю форму. Но две упаковки смысла брать нет, потому что у него все-таки такой ядный вкус. Частофилом уберем. Складываем гармошкой. Поближе покажи, что ты сделал. Каждый пластик складываем гармошкой и вот так вот его можно, знаешь, как. У нас узкая форма, если у вас пошире, будет хорошо. Сминаем и утрамбовываем. Кстати, можно даже повыше чуть-чуть постараться. В общем, задача сейчас выложить тесто, а потом уже фаршировать. Подожди, не торопись, давай мы, наверное, будем делать все, чтобы нам потом не было сложно это все формировать. В общем, каждый слой теста мы перекладываем либо цукини, либо рыбой. Мы чередуем эти слои. Вот, допустим, тесто, потом рыба. Так, давай еще тесто. Снова тесто. Потом камамбер и продолжаем, пока у нас не закончится форма. Чтобы вот, чтобы было так достаточно плотненько. Так. Какой у нас... Руки не высоковат, дай-ка я, наверное, сейчас его чуть-чуть пониже сделаю пониже. Так. Насколько вот так? Потому что он немножко выбивается. Я думаю, что это будет очень интересно, очень вкусно и ярко. Ну и очень просто, что тоже немаловажно. Так, есть. Так, рыба. Рыба пришла. Может, по два кусочка нам чума? Ну да, рыбы много, пусть будет больше. Рыба много не бывает. Так. Приминаем. Сырок. Хорошими темпами движемся. Кабачок, цукини. Что ж у меня сегодня цукини-кабачки-то интересно. Потому что их можно легко заменить на кабачок? Ну да. Так. Так. Рыбка. Угу. Мы ничего сейчас не солим, не перчим, потому что мы будем делать заливку, которая уже будет у нас сбалансирована по соли. Рыбка была. Так, дальше. Так. Сыр. Угу. Так. Нам надо брать вторую упаковку теста. Одной не хватило. Так. Дай-ка сейчас другую сторону тебя разверну. Так. И что классно в этом рецепте? Если у вас тесто фило немножко повреждено, там где-то помялось, порвалось, то здесь это вам только на руку. То есть вы его сформировали, вы все равно его сжали. Поэтому здесь вообще безотходное производство. Каждый листочек пойдет у вас в пирог. Видите, мы даже не стали доставать вторую упаковку из холодильника, чтобы оно не засыхало, не заветривалось. Ну да, чтобы было свеженькое. Потому что с тестом фило нужно работать очень быстро. То есть идея этого пирога в том, что вы должны сначала нарезать все ингредиенты, а потом уже открывать тесто, чтобы точно оно у вас не засохло. Ну, мы это делаем в четыре руки, у нас это быстрее. Когда ты это делаешь один, все-таки процесс более длительный. Как бы ты там не торопился. Вот. Ну, лучше, чтобы тесто не засыхало. Угу. Так, все, едем дальше? Давай, да. Ну, это еще холодненькое. Так, дальше что? Сыр. Тесто. Угу. Сейчас, сейчас. Рыба. Нет. Не рыба. Не рыба. Все слои запутали. Это у нас цукини. Огромный. Вот теперь рыба. Оп. Тесто рыбы. Красивенький, веселенький пирожок. Детская скороговорка. Цукини тесто, цукини рыба, цукини сыр. Так, ты тут два рисовал, да, нам? Ладно. Так. И что, последний? Последний. Последний или еще один сможем? Я думаю, еще один сможем. Закончим на рыбе. Ну, давай сейчас. Оп. Еще один? Еще один. Ну, давай, к рыбку. С безразмерной формой получилась. Очень не хочется, чтобы пропадала рыба. Ну, и тесто тогда уже туда. Ну, почти две упаковки теста. То есть, около четырех пятидесяти грамм ушло. Ну, вообще шикарно. Так. Все красиво. Все хорошо. Осталось еще прям вот проситься сделать пару порций. Отдельно в какой-нибудь мисочке. То это мы уже сделаем за кадром. Сейчас нам нужно сделать заливку для пирога. Она вообще самая простая. Это яйцо и сливки. Так. Два яйца, наверное. Да, два яйца. Сливки все тщательно перемешиваем. Добавляем соль, перец. Можно ли назвать это ленивый киш-лорен? Ой, я думаю, что... Либо очень ленивый. Нет, я думаю, что это какая-то другая версия абсолютная. Так, наверное, лучше мне взять и руку, потому что мои все сейчас труды будут долгими. Выглядит это, конечно, шикарно. Ну, не знаю, в моей версии это какой-то слоеный пирог. Я думаю, что есть какие-то... Знаешь, подобные пироги делают слоями с овощами рыбы, да, но без теста. Вот. Ну, в таком формате будет сытнее, вкуснее и не особо калорийно. Самое главное, это быстро. И быстро, да. Ну, самое долгое, как обычно, это правильно разморозить продукты. Нарезать их. Ну, нарезать это уже здесь. Здесь это вообще проще простого. Мне кажется, это вообще самый простой рецепт, который мы когда-либо показывали. Так, все. Современный мир требует быстрых и простых, а главное вкусных рецептов. По всей форме распределяем. Хочется как будто еще добавить одно яйцо. Ну, сейчас посмотрим. Ваша соливка должна прям хорошо все пропитать. Я думаю, что пластик. Она как раз открывает. Единственное, нам надо немножко вот отрамбовать вот эти вот... Давай, не, давай мы сейчас еще, значит, три яйца берем. И немножко сливочек добавляем. Соль, перец. Еще. Три яйца, двести грамм сливок у нас ушло. Рецепт дорабатывается прямо на глазах у вас. Все подробные граммовки мы напишем ниже. Ну, мы напишем граммовки на эту форму. Вот. Все, наверное, будет зависеть от того, как вы утрамбовываете форму, да, насколько плотно. Какая у вас форма, да, маленькая, большая. В общем, все вот. Старайтесь, чтобы края теста, чтобы тесто было покрыто заливкой, чтобы оно у вас не засохло. Так, сейчас я вот так посмотрю. Что тут, куда распределить? Чуть-чуть подымять. Ну, все, я думаю, что вот так шикарно. Прекрасный, красивый пирог отправляется в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут. Наш пирог готов. Он простоял у нас в духовке при температуре 180 градусов минуты 23. Мы дали ему 10 минут остыть, чтобы его сейчас нарезать и попробовать. Чтобы показать вам разрез, чтобы все слои скрепились и были вместе, а не по отдельности, в общем. Да, и, кстати, из оставшихся ингредиентов мы сделали вот такой маленький, маленький пирог. Да, если у вас есть большая форма, то вы, конечно, можете чуть-чуть увеличить количество ингредиентов, и у вас тогда получится вообще огромный пирог. Накормим всех. Ну что, давай пробовать. Будем большой резать. Давай, нож. Выглядит он шикарно, пахнет вообще безумно. Что маленькую сделаю? Очень легко режется. Ну, он вообще такой воздушный, по факту. Невесомый. Если хотите, можете сливки заменить. Мы взяли 33% жирности, можете взять менее жирные сливки. А если сюда кокосовые добавить? Классно. Ну, мне кажется, вообще будет классно. Нужно, наверное, сейчас чем-то подцепить. Нужно, да, края. Так. Камамбер тянется. Поплавилась. Следующая. Нужна вилка. Вкуснятина, вкуснятина. Ну, я же себе кусок не отмежу. Такой большой кусок. Большому куску рот радуется. Сейчас мы покажем вам поближе разрез. Смотрите. Какой разрез. Тесто, рыба, цукини, расплавленный сыр. В общем, очень красиво, очень ароматно. Очень вкусно. Ну что, мы сейчас будем пробовать. Рекомендуем вам приготовить такой же пирог. А еще подписаться на наш канал, если вы до сих пор на нас почему-то не подписаны. Непорядок. Поставить нам лайк и продолжать следить за нашими обзорами, за нашими рецептами. В общем, за нашей бурной деятельностью. И ведите активность в наших соцсетях. Для нас это очень важно. Пишите нам комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Ну что? Пробуем? Конечно. Так. Ой, как тянется. Горячий? Нежнятина. Нет, он уже остыл. С WAYНО. С gespannt. Пока-пока. Кто наступает,猜ativos. Пока-пока. Продолжение следует...